МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробная в эфире телеканала 24КЗ. Здравствуйте. Ровно год назад, 8 апреля 2013 года, не стала Маргарет Тэтчер. Её называли «железная леди». Она была одной из самых влиятельных женщин в истории человечества. Тэтчер изменила ход мышления общества, показала, на что может быть способна настоящая женщина. Тэтчер оставила после себя неизгладимый след. Вращая руль тонущего корабля британской экономики, всё сильнее и быстрее, «железная Маргарет» сделала больше, чем три её предшественника, вместе взятые. Тэтчер пришла к власти с острой позицией. Пришла, увидела и победила. О том, как это было и чего именно добилась первая женщина и премьер-министр, мы расскажем сегодня в программе подробно. 71-й премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 год, баронесса с 1992. Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в Гретхэме, Англия, на родине Исаака Ньютона. Она первая и до сей поры единственная женщина, занимавшая самый высокий пост в Англии, а также самая первая женщина в истории, ставшая премьер-министром европейского государства. Тэтчер – единственный премьер-министр в британской истории, имеющий высшее образование по естественным наукам. В 1947 году Железная Леди получила высшее образование с научной степенью бакалавра по химии. Затем молодая Маргарет вооружилась мудрым заветом отца, который рьяно внушал своей дочери в доктрину независимости и стала лидером, которого мир не скоро забудет. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в 20 веке. Получив образование химика, Маргарет стала юристом, а в 1959 году была избрана членом парламента от Финшли. В 1970 году назначена министром образования и науки в правительстве консерватора Эдварда Хитта. Уже через пять лет она победила Хитта на выборах нового главы консервативной партии и стала лидером парламентской позиции, а также первой женщиной, возглавившей одну из основных партий Великобритании. К марту 1979 года британская общественность получила то, что только и могла получать от власти профсоюзов и традиционных политических партий. Страна пережила самое крупное в 20 веке падение в экономике. Май 1979 изменил историю Великобритании навсегда. После победы консервативной партии во всеобщих выборах Маргарет Тэтчер стала премьер-министром. В течение четырех лет после восхождения к власти Тэтчер была лидером партии меньшинства, которыми как Гарольд Вильсон и Джеймс Келлоген возглавили правящую либористскую партию. Правительство либористов становилось бессильным, а профсоюзы, напротив, набирали вес. Зима недовольства 1979 года стала кошмаром забастовочного сумасшествия, когда любые союзы, начиная от сборщиков мусора и могильщиков, дошкольных учителей, больничных санитарок, вышли бастовать. Тэтчер все это прекратила. Получила ярлык безжалостного кровавого тирана, но вывела страну на принципиально новый вектор развития. Будучи главой правительства, она провела многие политические и экономические реформы. Ее политика основывалась на дерегуляции, в особенности финансовой системы, обеспечении гибкого рынка труда, приватизации государственных компаний и уменьшении влияния профсоюзов. За время ее правления ядерные силы Великобритании выросли втрое, а также была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. Во внешней политике Тэтчер во многом ориентировалась на США и также с недоверием относилась к СССР. Однако она одной из первых западных политиков положительно оценила реформаторскую деятельность первого президента СССР и в ноябре 1988 года за год до падения Берлинской стены заявила об окончании Холодной войны. Во второй раз Тэтчер переизбрали в 1983 году, после экономического скачка 1982 года, сопутствовавшего Фолклендской войне. А в третий раз Тэтчер была переизбрана в 1987 году, но предложенный ею закон о дополнительном налоге Полтакс и взгляды на роль Британии в Европейском Союзе были недопоняты среди членов ее правительства. После того, как Майкл Хазлтайн оспорил ее лидерством в партии, Тэтчер была вынуждена подать в отставку. Споста главы партии и премьер-министра. Член парламента от Финчли с 1959 по 1992, после ухода из палаты общин, Маргарет получила пожизненное перство и титул «Бараный сын». Последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. 21 декабря 2012 года она перенесла операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года. На 88-м году жизни в отеле «Ритц» в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Так закончилась жизнь одной из величайших женщин в истории человечества. С вами была программа «Подробно». До встречи.